Ну вот, завтра Марина Сандеева и Саня Анатольевна, в 5 утра уже, отправляется в Барнаул с Сергеем Попковым, а там дальше посадят, с собой надо еще берите помидоры, еще у нас есть. Мед покупала? Да. Увезешь? Да. Чтобы все замотали крепко. Я замотала. Чтобы дорогу не стопить. Ну вот мы знакомились через интернет, так? Да. Меня интересует, как ты воображала по интернету, когда мы познакомились, беседовали? Беседовали. И то, что ты здесь пробыла два с лишним месяца. Получила великую пользу и благодарю Господа за то, что сподобил сюда приехать. Потому что, что получилось здесь, такого я нигде больше не получу. Так, ну а то, что ты там знала, представляла и здесь, что-то не сошлось, что-то разочаровало тебя? Нисколько не разочаровалась. Наоборот, только получила великую пользу для души. А в чем это польза заключалась? В том, что меня обличали, в том, что меня доставляли, в том, что меня учили. Значит, Слово Божие здесь познала. Авторитет. Авторитет. Псалтырь Богородицы будешь считать? Нет. Это, видимо, сегодня говорю-то, ни авторства, ничего нету, ни благословения, ни в каком году. А там монах сидел, человек, который не знает Бога, ни Евангелия, ни чего. Это только в печку. И сожги его, чтобы дома у тебя не было. Поняла? Да. Наказ тебе. Так, ну и за Колю. Тебе его жалко было, когда я его включил? Нет, мне жалко было то, что он не слушался. Мне жалко было то, что я его так воспитала, не по воле Божией, не по заповедям. То есть он здесь получил великую пользу для спасения своей души. Научился работать, научился послушанием, научился немножко смирению, научился уважать немножко маму. Ты знаешь, а я уже четыре пальца загнул. Ты с мамой согласен, что она говорит? Что ты научился поработать. Научился? Да. А что ты научился-то, ну-ка? Я научился пилить. Погромче? Пилить дальше. Пилить. Здорово. Дальше. Картошку. Картошку матушке помогал? Да. Траву полол? Да. Стирать там учился? За ягодами ходил? Солодку, когда мы дробили, там научился связывать и прочее? Да. То есть многое забыл. По ягоду ходили? Да. Ходил, купался? Да. Вот поставь сколько, да, да, да. А у тебя в школе там есть знакомые, товарищи-то? Один. Один. Ты можешь рассказать, где ты был? Могу. Могу. Жаловаться не будешь, что тут я тебя наказывал? Нет. Он наказание переносит хорошо. Это уже хорошо. А ты на меня обидно не держишь? Нет. А поди маленьким язычком там ругаешь меня, да? Нет. Нет. А ты вот сегодня работал. Вот еще дней 10 ролики будете смотреть со своим участием. Особенно, когда мы в деревне дорогу делали. Все снимали. Тебя не смущало, что мы все снимаем? Абсолютно не смущает. Несколько? Нет. Так, еще что? Тебе благодарен, что ты готовила квас, еду. Смотрела за парой. Это то, что рыжая не обижала. Ну и проще такое, что касается здесь. Когда следовало за ягодами пойти, за овощами, ты старалась. Я, Надежда Васильевна, тебя уже и пример стал ставить. Я говорю, видишь как? Не огрызается. А огрызается, щелчок, и она на место. Как? Вот так? Так. А то, скажем, зомбировали тетку-то. Вот она и так, и хорошо, вот так, хорошо, вот так. All right. Окей. Вот там по-американски все хорошо, хорошо. Что тебе здесь не понравилось? Вот с чем бы ты не согласна, а спорить хотела? Давай пока не верю. Не согласна со своим несмирением, нетерпением, непослушанием, прикословием. Вот это, с этим я не согласна. Потому что это вот во мне сидит, вот эти грехи и страсти. И я не могу их побороть. Поэтому вы указываете мне на мои ошибки. И слава Богу, то есть мне надо с этим бороться. Что я тебя все время дожимал, как говорится. Да. Тебе не в обиду? Нет. Я же тебе говорил, видишь ты какая самость у тебя просто фонтанирует. И подписать книгу не подписал я. То есть сама можешь выписать место, найдешь, где отвергнись себя. Возьми кресло и за мной. Ты с кем подружилась тут? Со всеми подружилась с сестрами, со всеми братьями подружилась. Благодарна всем, всей деревне и не только сестрам и братьям здесь, с которыми я жила. С которыми я приехала и уехала. Я получила великую радость для души, общаясь с сестрами, с братьями. И посмотрела, что действительно это место благодатное Богом. Ваши поселенцы здесь в Потеряевке. Очень хорошие, доброжелательные люди. Отзывчивые. И всегда приходят на помощь. Вот сколько бы что-то не попросила, всегда, 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 ни в чем отказа нет. А ты ездишь, у тебя денег на дорогу хватает? Да слава Богу. Дать тебе? Нет, не надо, Игнатий Тихонович. Ну, понятно. Вот, Коля научился послушать людей. Он теперь, как вел себя на службу. Сейчас еще теребель, то поясок, то такое-то. А ведь я учил его всему. Про баню только я не знаю. Его Володя водит, там капан в баню. Нормально. Нормально, видишь как. Так что, ты это себе заруби. Из этой сферы уже никуда не вылазь. С товарищами, ни с какими не возить. Босик, как огня компьютерных игр. Нигде ничего нет. Не играет. Если компьютерные игры будут, значит, из-за него я и тебя не приму больше. Мы вообще не играем никогда в научительные игры. Я смотрю на это как наркомана, даже хуже. У нас это вообще исключено дома. Вообще исключено. Мы смотрим, если компьютер, только православные фильмы. Хорошо, а кто? Ну-ну. Значит, православные, значит, сказки. Он смотрит документальные фильмы про животных, про природу. Ну, это ему очень нравится. А вот при этом, вы с кем-то будете беседовать? Где были? Ты можешь показать на ролике? Конечно, я с батюшкой. Да. Да. Ну, ты можешь показать то, что где-то у участницы была, чтобы, ну, кого-то заинтересовало. Конечно, я хочу попросить у вас несколько визиток, если есть у вас. Конечно, конечно. Вот, дайте, Христо, ради. И я, значит, эти визитки раздам нашим прихожанам, и они зайдут на сайт и будут смотреть. Да. Да. И батюшки. Давайте еще считаем. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Хватит? Ну, хватит на первый раз, а там они друг другу раздадут. Ну, да, расскажут, что тут все есть. Главное, зашли, чтобы на ютуб, на сайты, там, в книге. Вот так. Ну, и ты еще думаешь на будущее, как? Ну, у меня в планах, как Господь устроит, если будет воля Божья, то на следующий год обязательно приедем. Как Коля хочет учиться, где-то, ну, до 30 мая они учатся, где-то до 28, но я не знаю, как там в этом году. Ну, главное, чтобы к 10 июня. К 10 июня мы приедем, как Господь устроит. Ну, все остальное, что требуется, ты все знаешь. Я все знаю. Знаешь, где тебе спать. Знаю. Где, что, как, приехала сюда все-таки, то ли так, то ли не так, мало ли, что-то наговорили-то. Еще раз переспрашиваю, значит, то, что ты увидела, как тут спят у нас расположено, как едим, какой порядок за этим. Тебя это не разочаровало? Абсолютно нет. А порядок церкви сильно понравился? Очень. Вот у нас в храме, как сказать, да и везде, в принципе, вот где мы вот не были с Колей, да, такого порядка я нигде не видела. Вот этот шум, разговоры там, вот это вот, вот мне это, как сказать, меня всегда это, как внутренне раздражало всегда. Мне так и хотелось сказать в храме, что человек пришел молиться Богу, душу свою отдать. А получается только одни разговоры. Вот это, конечно... У нас в храме ни одного слова. Ни одного. И шопы там никак. Вот это меня очень прям поразило, и я прям... А батюшка понравился? Очень. Батюшка очень понравился. Батюшка трудяга. Он с тарелкой у нас не ходит, вещи не продают, торговли вообще нету. А святая десятина, все покрыло. Но он сам держит до ста вещек. Он сам пасет все время. Матюшка на четырех огородах воздушит. То есть тут попам есть, чем было бы поучиться. Но они не пойдут на это. Они отучнел, огрузнел Израиль. И забыл Бога. Здесь о мамоне речи вообще нету. Мы даже не знаем, что это такое за таинство брать, за требы. Или приходили бы люди молитвы заказывали. У нас этого ничего нету. То есть надо, когда молебен, помолиться. А ты еще где работала с нами? Ты работала в Нарышковском? Работала. Вот так. И еще где-то была, да? Ну, так же работала. Значит, на огородах работала. Там траву полуали. Ну, по мелочи так. И в лагере там, где... В лагере, Виктория, да. Ну все, ко мне вопросы какие? Никаких вопросов нет. Только одна благодарность. Спасибо, Христос, вас за вашу любовь к нам, грешным. За то, что вы приутили нас. За то, что вы наставляли нас, поучали нас. За то, что вы истину нам давали. Слово Божие. А ты искренне говоришь, что увидела в этом любовь. Да. То есть только тогда, когда я посмотрела ваш первый видик, как видео, фильм. Значит, я вам Володе говорила уже. Я без всякого раздумья. Сразу у меня прям душа загорелась приехать сюда. У меня даже не было ни единого сомнения. Ни одного процента. Потому что такого проповедника, Слово Божие, я нигде не встречала. Так, а вот с Колей-то, кто не хотел сюда ехать? Это Илюшка или он? Илюша. Илюша? Да. Коля хотел, Коля еще по интернету вам говорил, что я хочу сюда приехать. Ну, Коля, теперь ты все знаешь. Зря тебя наказывали где-нибудь, нет? Нет. Нет. Ну и то, что я так это наказывал тебя, где требовалось, а ты обиды не затаил здесь? Нет. Что сказать? Будем молиться друг о друге. Вы поедете с Сергеем сразу в общине. Татьяну Кузьминишину знаете. Да, да. Старшая сестра. Ну и узнаете об Александре, которая болящая. Угу. Сколько. Ну и остальное все увидите. Галю, с ребятишкой. Да, да. Да, она встретит. Она сказала, что встретит. А, тут уже все. У нас ничего нет, я прощаюсь с вами. Игнатий Тихонович, я низко-низко вам кланяюсь в ноги. Зато в ноги, именно в ноги. Вот именно в ноги. Нет, нет, нет. Это вот так вам кланяюсь. Потому что я прям прикипела к вам душой. Такого, как сказать, ну, прям как отца родного полюбила вас. Спасибо, Христос, вас дай вам здоровь. Живой, нет? Нет, у меня папа 27 лет уже как умер. 25. Так, ладно. Самое главное, что Коля мне сказал по секрету, мама, я здесь самое главное научился стоять в храме. Да. Да, слава богу, что у нас... Да, он все время со мной стоял. Я так рукой покажу, чтобы носки были одинаковые у нас. Да. И он стоял. Я ему надо махну, и сесть, когда можно. Ну, там подниму. Прошу никогда не забывать нас, молиться о нас, пожалуйста. Чтобы Господь, помолитесь обо мне, чтобы Господь меня смирил, мою вот эту гордость смирил. Чтобы, ну, как было, знаешь, как Господь говорит, я есть мокроток и смирен. Он также, я понимаю, что до конца жизни надо будет мне стремиться и бороться со своими вот этими закореневшими грехами и страстями, но я все-таки прошу ваших святых молитв. Помолитесь обо мне, пожалуйста. Хорошо. Еще у Батюшки так долго было на исповеди. Я думал, ты уже не выйдешь оттуда. Нет, я исповедовала. Как бы за все время, когда я здесь была, сколько накопилось у меня, вот помыслы там, грехи там, какие-то вот борения были. Я как бы все... Мне надо было проговорить вот это. Ну, а смотри, Серапима-то, она теперь вернулась в то, что, как я говорил. Да. С переездом. Не строгайся, сиди на месте. Да. Сохрани квартиру любыми путями, чтобы он не был бомжем. Если ты его любишь, потеряешь, батюшка сказал, квартиру, вот тут хлебнешь тогда. Ну, все. Ну, все, спасибо, Господи, слава тебе. Господи, слава тебе. Хвала тебе за эту встречу. Благослови отлежащий путь Марина Николая. И нас помилуй, милости Твоей, а ради. Все доброе, да сохранится наша память, а не доброе, да будет предано за день. Тебе слава, да все, Отец, Сын и Святой Бог. Аминь. Все, я ухожу. О. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.